Девушки отдыхают Сейчас предлагаем вам поездку в южные края нашей республики, в Алекминскую тайгу, где мы попробуем поохотиться на одного из самых красивых зверей, обитающих в Якутии. Путешествие началось ранним утром с речного порта города Якутска. Долгий путь пролегал по Великой Лене реке вдоль ее живописных берегов. Иногда скоростное судно то слева, то справа сопровождали многочисленные табуны уток. Стай птиц, стелясь очень низко над самой водой, держали свой путь на юг. Эта поездка планировалась еще в прошлом году, однако мы не могли определить точное место охоты. Нынче летом мы получили от Алекминских друзей приглашение и с великой радостью и воодушевлением откликнулись на него. В Алекминске нас встретил Максим Алексеев, с которым мы были уже знакомы заочно по телефону. Не мешкая, погрузили багаж и ринулись на моторке к нашей конечной цели, кустью реки Токко. Как бы мы не торопились, все равно прибыли до места, когда темнота уже поглотила прибрежные горы и тайгу. Ранним утром пробуждающаяся природа, как бы стесняясь, скрывала свои прелести за пеленой тумана. Но когда туман рассеялся, мы были поражены красотой местности, где располагалась база. Максим Алексеев и его супруга Прасковья являются хозяевами этой туристической базы под названием Иниби, что по-якутски означает «братья». Очарованные великолепием здешней природы и радушным гостеприимством хозяев, мы стали знакомиться с близлежащими окрестностями, Турбазой и ее обитателями. Во второй половине дня прибыли проводники-охотники из сел Бескёль и Токко. Эти деревни находятся на несколько десятков километров выше по реке Чари. Бывалые охотники на оленей излучали уверенную энергетику и внушали уважение. Один из охотников, Вячеслав Тымыров, совсем недавно приобрел новый карабин и надо его пристрелять. Сделав 3-4 выстрела, проведя некоторые манипуляции с ружьем, убрав защитный кожух и приподняв мушку, хозяин остался доволен точностью стрельбы. Нам предстояло интереснейшее из охот – добыча очень осторожного зверя и зюбря. Это один из видов благородного оленя, обитающего на Дальнем Востоке и Якутии. По-якутски его зовут кулахай. Самки этого животного безроги, зато у самцов прекрасные ветвистые рога, которые опадают в зимнее время, но весной они вновь вырастают и за лето превращаются в роскошную корону. Именно эти симметричные, с множеством отростков рога, представляют для охотников огромную трофейную ценность. Охотятся на изюбря разными способами. Можно поджидать на переправах, водопоях, на солонцах, куду или обычным преследованием. Но самое захватывающее – это охота с так называемым вабилом – ая. Это своего рода звуковой манок, имитирующий голос крупного, половозрелого самца в период брачного сезона. Каждый из местных опытных добытчиков прекрасно владеет своей ая. Эти трубы изготавливают из бересты, не используя никакого клеящего средства. Вырезанную полоску бересты скручивают, делая на узком кончике подобие мунштука. И затем, постепенно расширяя раструб по спирали, туго накручивают виток за витком. Иногда вабила делают из целлулоидной фото или кинопленки. Некоторые умелые вабильщики могут успешно подзывать зверя, применяя ствол ружья. Многим покажется неожиданностью тот факт, что звук извлекается при втягивании воздуха в себя, а не наоборот. Сделав полный выдох, надо равномерно и интенсивно всасывать воздух. Мунштук вабила при этом находится в уголке рта. Как вы можете слышать, имитируемый рев изюбря напоминает чем-то звук горна. Это продолжительный звук, постепенно поднимающийся с низких нот на высокий уровень. Матерые самцы ревут, издавая похожие на якоту звуки в начале или в конце своей рулады. Эти коленца повторяются два или три раза. Чтобы увеличить вероятность успеха охоты, решено было разделиться на две группы и совершать маршруты в разных местах. В связи с тем, что активность выхода зверей на рев происходит в вечерних или утренних сумерках, охотникам надо было идти в предполагаемые места обитания, немного загодя до захода солнца. Ходить по тайге следует, не издавая громкого шума, разговаривая шепотом и постоянно вслушиваясь, не пропоют ли самцы изюбря свою брачную песнь на окрестных сопках. Очень повезло с погодой. Солнечные ясные дни со слабым ветром благоприятствовали на всем протяжении нашего пребывания. Следует заметить, что когда стоит пасмурная погода или идет дождь, изюбрь обычно пассивен и не ревет. В хорошую погоду ходить по тайге намного легче и приятнее. Охотники стараются идти на маршрут в тонкой одежде и налегке. Разве что можно положить в понягу небольшой котелок, немного чаю и сахара. А основные вещи, спальные мешки, теплая одежда и провизия остаются на временном биваке у лодки на берегу реки, куда охотники возвращаются на ночь. Ночи, которые приходилось коротать под открытым небом, без палатки были очень холодными. Охотникам приходилось бодрствовать и время от времени в обидь, вслушиваясь в непроглядную темноту. Когда первые заморозки осени опускаются на тайгу, самцы благородного оленя более всего проявляют свою активность в темное время суток. Половозрелые самцы стараются обозначить свою территорию не только своим голосом. Они могут заявить о своем присутствии особям противоположного пола и потенциальным соперникам, используя и другие способы. Например, обдирают рогами кору молодых деревьев или ломают тонкие ивовые кусты. Так же вытаптывают участки дерна. Обычно они делают это рядом с лужами. Здесь же мочатся, оставляя свои запахи. Это прервой потерпевает светлой. Это очень сильно похожее. Здесь работает много мошенников и вполне здорово. Сейчас мы уже будем работать. Мы будем работать совсем шоу, много чем у нас. Мы будем работать. Мы будем работать в жизни. Мы будем работать. Мы будем работать. Ты был сад и боровский боров? Нет, он просто хотел. Немножко и боровский 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 боров. Дошего. Он сказал, что он был поездкой. Удачи! Это мой? Ты думаешь, что ты работаешь? Ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь. А я не знаю, что ты думаешь, что ты думаешь. Здесь идёт, как вы думаете? Мне же заставили. Что ты думаешь? Давай. Я сейчас расскажу. Охотники наблюдают за окружающим лесом, высматривая свежие следы на тропах, метки на кустах и деревьях, стараясь обнаружить признаки близкого пребывания животных. Свои метки могут оставлять не только миролюбивые копытные, но и серьёзные звери-хищники. Вот вы видите следы, знаки предупреждения, мол, знай, кто в тайге хозяин. У края тропы медведь, а это именно он, обломил верхнюю часть молодой лиственницы, а также потёрся об стволик деревца, оставив на коре свою рыжеватую шерсть. Эта метка адресована именно человеку. Вдоль этой тропы мы замечали такие вот знаки не один раз. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 повадки самцов-оленей. Вместе и рев и звуки стука рогов наиболее полно имитируют мрачное поведение животного, готового вступить в поединок с соперниками, чтобы завоевать благосклонность самок. Порой кедровки, эти небольшие представители врановых, предательски могут выдать местоположение преследователей своим скрипучим и пронзительным крикам. Неудачи прошедших двух дней можно объяснить и тем, что в этих краях размножились волки, поэтому изюбли, возможно, мигрировали или рассеялись, или попросту стали вести себя более осторожно. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok И вот, наконец, на третий, последний день, когда солнце стало клониться к горизонту, мы услышали едва уловимый голос благородного оленя. Дмитрию повезло, а может, тому причиной его хорошее умение подзывать изюбля. Каким бы осторожным ни был этот невидимый нашему взору зверь, охотник определил вероятное его появление. Мы заметили его раньше. Сквозь чещобу леса показался едва различимый силуэт изюбля. Расстояние до него было небольшое. И вот он, лесной красавец. Забыв про осторожность, он гордо и грациозно идет на вызов невидимого соперника. Забыв про осторожность, он гордо и грациозно. На этом, уважаемые телезрители, мы завершаем рассказ об охоте на великолепного изюбля, в поисках которого мы исходили много километров по Олекминской тайге в течение трех дней и ночей. Но не прощаемся с вами и с этим прекрасным краем. Ждите продолжения повествования. В следующий раз мы расскажем об увлекательной ловле рыбы в прозрачных водах реки Токко. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok